Книг с таким названием, их две. Она, по сути, способствовала демократизации моды. Вам уже это не нужно, а кому-то нужно. Здравствуйте! С вами программа «Книжная экономика» и у нас выпуск о моде. У нас в гостях директор Центра развития компетенций в области фэшн-индустрии и фэшн-ритейла Светлана Костенко. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо, что пригласили и выбрали такую действительно неожиданную тему. Но вы помните, когда мы с вами готовились к передаче и вы выбрали книгу с названием «Конец моды», у нас с вами даже возникло некое такое непонимание, потому что книг с таким названием, их две. Помимо той, про которую мы будем говорить сейчас, она вышла вот совсем недавно и написана в основном авторами из Великобритании, есть еще книга ровно с таким же названием «Конец моды», которая вышла еще в 1999 году и написана она американским журналистом, который решил, что вот уже в то время можно говорить о конце моды. Я думаю, что это такая своего рода модная риторика, я бы так это назвала. Когда мы говорим о конце моды, мы привлекаем внимание к тому, что мода как система, как часть экономики, она претерпевает очень серьезные изменения. И эти изменения связаны со всеми фактически аспектами. Модные изделия стали по-другому производиться, они стали по-другому реализовываться, мы их по-другому воспринимаем. И каналы информации, через которые мы распространяем сведения о модных продуктах, они тоже очень сильно изменились. Надо сказать, что эта книга — это набор эссе о каких-то определенных областях. И как вы думаете, какие наиболее актуальные проблемы как раз затрагивают эти эссе? Я думаю, что набор этих эссе затрагивает вот как раз те разные аспекты, которые претерпевают сейчас серьезные изменения. Но прежде всего здесь есть, например, глава про изменения производства модного продукта, о глобализации, которая внесла серьезные изменения в то, как представлен модный продукт на разных рынках. И здесь есть, конечно же, раздел про устойчивое развитие и диджитализацию, что тоже сегодня является именно тем признаком, который отличает моду 20-х годов 21 века от того, что было еще, например, два десятилетия назад. Бренды стали закрываться, например, в России. Можем ли мы все еще говорить вот о этой глобализации как индустрии? Ну, Кирилл, прошло еще совсем немного времени, и трудно сейчас говорить, как изменится рынок в глобальном смысле. Но то, что мы с вами наблюдали, глобальные бренды, большие международные бренды создавали приблизительно один и тот же продукт для разных мировых рынков. Конечно, в определенном смысле они учитывали национальные особенности. Ну, например, в северных странах продавалось больше одежды для холодного времени года, в южных странах, соответственно, больше летней одежды. Но в целом продукт был универсальный. И вы, как экономист, наверное, лучше меня знаете, что компании в индустрии моды достигли очень высокой капитализации. Ну, например, концерн Индитекс, куда входят известные бренды Зара и прочее, это компания, которая входит в десяток крупнейших компаний мира. И вы знаете, что ее владелец, Амансио Артега, испанец по происхождению, он входит в тройку богатейших людей мира. И я думаю, что вот эта глобализация и быстрая мода, фаст фэшн, на которой специализировалась Индитекс, она, по сути, способствовала демократизации моды. Мы с вами, не будучи высокооплачиваемыми специалистами и богатыми людьми, могли покупать одежду, которая стоила недорого, но при этом была в духе тех последних тенденций, которые были заявлены самыми высокими брендами мировыми. И мне кажется, что в этом нет, по сути, ничего плохого. Изначально демократизация моды помогала нам с вами за небольшие деньги покупать новые эмоции, новые впечатления, чувствовать себя увереннее. Согласитесь, ведь это очень важно. Да. То, что происходит сейчас, возможно ли создать индустрию моды в одной отдельно взятой стране в условиях закрытого рынка, но это мы с вами посмотрим, это большой эксперимент, который, возможно, развернется, а, возможно, и нет. Ведь для того, чтобы был выпущен хоть какой-то предмет одежды, это ведь очень длинный цикл, он начинается от создания, от выращивания сырья, да, мы знаем, что одежда создается из хлопка, льна, конопли, например, или это может быть сырье животного происхождения, это шерсть, допустим. И это сырье потом превращается в пряжу, пряжа превращается в ткань, из ткани создается изделие, и очень долго существовала такая как бы линейная концепция модного изделия. Оно возникало, служило людям, потому что одежда немыслимая без ее использования, и в конце исчезало в никуда. И мы с вами знаем, что огромные свалки, огромное количество отходов, которые порождает индустрия моды. Сейчас мы переходим к циклической формуле такой, к циклической форме использования модных изделий. И мы все больше говорим с вами про рециклинг, про ресайклинг, про апсайклинг. Кстати, вы, наверное, знаете, да, что в феврале мы проводили такое большое мероприятие, Плеханов Экофэшн Дэй, да? Да. И оно вот как раз было посвящено апсайклингу. Это модное слово, аналогов которого, которому нет пока в русском языке, но по сути к этому значению близко русское слово переделка. Перешив, переделка, ремонт. Что такое апсайклинг? Когда мы с вами берем вещь уже существующую, та, которая была создана там какое-то время назад, и, возможно, ее даже кто-то носил, и, возможно, мы с вами ее носили, и в какой-то момент она теряет свою либо материальную ценность, да, изнашивается, либо теряет свою эстетическую ценность, становится немодной. Но если мы с вами владеем какими-то навыками ручного труда, или мы можем привлечь профессионалов, которые этим владеют, то мы можем придать этой вещи дополнительную ценность. Апсайклинг — это когда мы ценность вещи поднимаем, и, допустим, из старых джинсов путем нанесения рисунков, трафаретов, аппликаций мы можем создать новое яркое изделие, которое будет снова актуально. Какие бы вы выделили еще экологические тренды? Есть еще такое понятие как даунсайклинг. Это когда, ну, например, вот из книг, да, из ненужных книг, которые мы сдаем, производят бумагу, ну, низкого качества, скажем так. Применительно к индустрии моды, ну, не знаю, когда, допустим, у вас есть свитер, который вам связала бабушка, и вы его распускаете, и у вас снова есть нитки, да, из которых потом можно создать новое изделие, то вот как бы процесс, когда из свитера получаются нитки, это и есть даунсайклинг. Есть еще фрисайклинг. Видите, сколько английских слов, я не знаю, появятся ли аналоги в русском языке. Фрисайклинг — это тоже, в общем-то, знакомое нам с вами понятие. В России всегда были комиссионные магазины, куда можно было сдать ненужную одежду, и ее могли люди купить. Таким образом, цикл жизни, вещи, он удлинялся. Секонд-хенды, которые сейчас тоже очень популярны. Свободное циркулирование одежды. Сейчас, например, среди молодежи есть такая тенденция, они устраивают вечеринки, где можно обмениваться одеждой. Вот вам уже это не нужно, а кому-то нужно. Вы можете такой ченч совершить, и тем самым также удлинить срок жизни вещи, и таким образом она не попадет на свалку, и вам не нужно будет покупать новое. Какая доля российского рынка моды существует? Сколько занимает российская индустрия моды, мне трудно сказать. Я думаю, что совсем немного, потому что внутри российской экономики легкая промышленность, ну где-то полтора-два процента на нее приходится. Но, например, за 2021 год был отмечен рост производства товаров легкой промышленности в России. Вот совсем недавно, 14 марта, была выставка «Интерткань», и там прозвучала цифра, что за 2021 год рост товаров легкой промышленности в российской экономике составил 10%. Я это хорошо знаю, потому что, помимо того, что я руковожу центром развития компетенции в области фэшн-индустрии в РЭО, я еще журналист, и вот последний год я занимаюсь тем, что по просьбе «Союз Легпрома» — это профессиональное объединение предпринимателей текстильной легкой промышленности, я в качестве главного редактора, приглашенного, делаю журнал «Легпром Ревью», которая как раз и рассказывает о текстильной промышленности, об индустрии моды, и я много общаюсь с предпринимателями, с владельцами компаний, и хорошо себе представляю, что сегодня происходит в этом сегменте экономики. Есть ли тренд развития как раз российской моды взамен той западной? Вы знаете, Кирилл, это сложный вопрос, и он связан прежде всего с тем, что для того, чтобы появлялись предметы одежды, нужно, чтобы в стране выпускались ткани, из которых их можно изготовить. У нас на территории России в силу природных климатических особенностей не растет хлопок. Лен. Исторически много льна выращивала Россия, но последние 30 лет рыночной экономики, к сожалению, привели к тому, что сейчас льно производства, к сожалению, в минимальных размерах сохранилось. В некоторых областях шерсть тоже не так много в хозяйствах животноводческих, в которых выращивают животных, которые, собственно, и дают нам шерсть. Поэтому шерсть в основном тоже покупалась. Сейчас идет разговор о том, чтобы создать аукцион шерсти внутри страны, но для того, чтобы шерсть была высокого качества, это тоже очень длительный процесс, селекция. Ну вот такая у нас сегодня с вами ситуация. В какой момент можно уже говорить о появлении рынка моды? Это 20 век или какой-то этап? История моды, современная история моды начинается от Людовика XIV, идет из Франции. Как мы знаем, Людовик XIV очень любил балы, очень любил наряжаться и, собственно, давал работу и леонским ткачам, и многочисленным модисткам, которые шили модную одежду. Если говорить о том, когда появились дизайнеры как личности, которые играют большую роль в индустрии моды, то это XIX век, это англичанин Чарльз Уорд, который стал первым ставить свое имя на изделиях. Появился лейбл, то, что мы сейчас называем. И он одевал и королевских особ, и других знатных дам, и тоже способствовал развитию легкой промышленности своего времени. Ну вот, я думаю, с этих пор мы можем говорить именно об индустрии моды. Ну а массовое производство одежды на типовую фигуру, то есть до этого, допустим, до Второй мировой войны, это был все-таки больше пошив такой индивидуальный, хотя Советский Союз пытался наладить массовое производство одежды. Но такой расцвет массового производства начался, конечно, после Второй мировой войны. И большие текстильные комбинаты, мы знаем, были в Советском Союзе, и большие швейные фабрики. Страна была не одета, ее нужно было быстро одеть. Ведь речь не шла про что-то супер такое модное, актуальное, дизайнерское. Речь шла про какие-то базовые вещи. И сейчас мы с вами переживаем эпоху такого постмодерна, постфутуризма, я бы даже сказала, в индустрии моды, когда у нас у всех уже одежда в изобилии, но мы продолжаем ее приобретать, опять же, для того, чтобы иметь возможность испытывать какие-то новые эмоции. Наверное, это уже больше индустрия впечатлений, чем, собственно, индустрия потребления предметов одежды. Как вы думаете, что отличает успешный бренд от неуспешного? И какой есть задел у русских брендов, чтобы стать успешными во всем мире? Я думаю, что для начала российским брендам нужно стать успешными внутри своей страны. Для этого нужно очень хорошо наблюдать те тренды, которые происходят в общественной, в политической, в социальной жизни. И уметь трансформировать эти наблюдения в конкретные изделия. Мы с вами, как потребители одежды, очень часто, выбирая тот или иной предмет, мы как бы транслируем либо свое настроение, либо свои взгляды. Вот, например, я, глядя на вас, могу сказать, что вы человек консервативных взглядов. Вы выбираете темные цвета для того, чтобы не привлекать лишнее внимание. Глядя на меня, вы можете сказать, что я человек, может быть, более смелый в выборе цветовых предпочтений. И я готова, например, в какие-то определенные моменты быть в центре внимания, для того, чтобы иметь возможность озвучить и привлечь внимание к тем, допустим, высказываниям или к тем каким-то мнениям, которые я хочу донести до аудитории. И мне кажется, что российским дизайнерам нужно очень внимательно наблюдать за теми людьми, которые их окружают, и пытаться предугадать те или иные их предпочтения. Как вы думаете, в каком смысле студентам можно попробовать себя в моде? К нам в Центр развития компетенции в области фэшн-индустрии, который находится в 6-м корпусе, в 525-й аудитории, заходит очень много студентов с разных факультетов. Они откликаются на то пространство, которое они видят. Оно у нас оформлено как шоу-рум, и там представлены, опять же, российские бренды одежды. И я вижу, что это ребята, которые нацелены либо на создание одежды и модного продукта как такового, либо на бизнес в этой сфере. И мне кажется, что очень важно понять, что ты хочешь и что ты можешь. Ну, например, если ты умеешь рисовать, то ты можешь развиваться в этом направлении. У нас, кстати, есть программа обучения по фэшн-индустрации. И у нас есть студент, который, пройдя у нас это обучение, стал развиваться в направлении создания модного продукта, и сейчас является одним из соорганизаторов модного бренда мужской одежды. К нам приходят студенты из факультета «Капитаны», которые размышляют о своих стартапах в области индустрии моды. И мы для них предлагаем разные программы, в рамках которых они могут понять, какой именно сегмент бизнеса в индустрии моды им интересен. Ну, например, у нас есть программа, как представить зарубежный бренд на российском рынке. Ее ведет выпускница Рео, Екатерина Елисеева, которая сейчас представляет несколько зарубежных брендов на российском рынке. Как и все, кто связан с импортным продуктом, сейчас переживают непростые времена. Но она готова поделиться тем, как начать бизнес в индустрии моды, какие тут есть законодательные аспекты, как построить финансовую модель бизнеса. Вот это один из вариантов. Также мы предлагаем программы обучения и для тех, кто нацелен на креативную составляющую. У нас есть программа создания коллекции одежды от эскиза до подиума. И на тех, кто нацелен на индустрию моды, как на бизнес. Поэтому возможности попробовать себя, они есть. И вот к нам недавно приходил, например, известный российский модельер Игорь Чапурин, который, посмотрев на наш центр, сказал, что я завидую вашим студентам, что у них сейчас есть возможность пользоваться экспертными знаниями тех, кто уже достиг каких-то высот в индустрии моды. И он сказал, если бы у нас, как у молодого бренда, там 30 лет назад была возможность пользоваться экспертными знаниями, наш путь в индустрии моды был бы короче и быстрее. Давайте теперь подытожим наш разговор. Начали мы с того, что обсуждали, умрет ли мода. Как вы думаете? Я думаю, что мода будет трансформироваться. Будут трансформироваться сами способы производства модного продукта, каналы реализации. Мы уже сами с вами все это прекрасно видим. Сначала появились интернет-магазины, потом маркетплейсы. И мы с вами еще совсем недавно не могли представить, что мы можем купить какой-то модный продукт, не потрогав его предварительно и не примерив. А сегодня мы с вами идем на эти покупки. И нас частично заставили обстоятельства это сделать, но частично производители подстроились под наши потребности. Я думаю, что все глубже будут проникать цифровые технологии в индустрию моды. Это и онлайн-продажи, и это использование цифровых технологий в процессе создания модного продукта. Я думаю, что скоро наши с вами телефоны смогут сканировать наше тело и передавать наши параметры куда-то на специальные такие кибер-ателье. Эти идеи уже сейчас реализуются. Мы писали об этом в нашем журнале «Лехпром-ревью». В этих кибер-ателье по нашему цифровому аватару будет отшиваться одежда. Она будет создана непосредственно для нас. Возможно, индустрия моды будет переходить от схемы, когда мы платим с вами за конечный продукт, к такому варианту, когда мы будем с вами предоплачивать продукт. То есть мы будем с вами заказывать изделия, которые будут создаваться уже конкретно под наши потребности. Это не будет индивидуальный пошив в том виде, в каком мы с вами привыкли. Нам не нужно будет ходить в ателье и стоять на примерках. Это будет использование цифровых технологий, и мы будем получать продукт, который мы точно будем носить, и мы будем его предоплачивать. И вот это изменение экономической модели индустрии моды, я думаю, оно очень серьезно изменит всю парадигму этого сегмента. Это, наверное, все вопросы, которые мне хотелось бы вам задать, но у меня есть блиц еще. Это три вопроса очень такие краткие. Первый вопрос. Ваш любимый живущий модельер? Ну, вы знаете, я, наверное, буду патриотична в этом вопросе. И скажу, что я считаю очень значимой фигурой Вячеслава Михайловича Зайцева. Когда-то, когда я еще была студенткой факультета журналистики МГУ, и только открылся его дом моды на проспекте мира, и мы с подружками ходили посмотреть на эти волшебные платья, которые там были выставлены. И я помню, что я там собирала деньги для того, чтобы купить хоть что-то, как бы приобщиться вот к той красоте, которую он создавал. Вячеслав Михайлович внес большой вклад в развитие российской индустрии моды. И он большой художник. То, что он создает сейчас, это, конечно, уже больше искусство, это больше про некие художественные высказывания, основанные на национальных традициях, на каких-то паттернах русского национального костюма. Но я всегда с большим удовольствием смотрю на эти показы. Они всегда яркие, красочные. И я знаю, что Вячеслав Михайлович еще и большой художник. Я видела его художественные работы. Мне кажется, что он, безусловно, войдет в историю, ну, если не мировой моды, то российской непременно. А второй вопрос. Ваш любимый бренд. Может быть, он был когда-либо и уже его нет. Может быть, это актуальный бренд. Ну, я даже не знаю, как политкорректно сейчас ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что я ношу много одежды российских брендов. И вижу, что дизайнерская мысль российских компаний, она вполне себе на уровне мировых трендов. Ну, вот на мне сейчас, например, жакет российского бренда. Но шит он при этом в Китае. Я в октябре 21 года была на форуме легкой промышленности в городе Иваново. Кстати, я родом из города Иваново, как и Вячеслав Михайлович Зайцев. Так что текстильная промышленность мне знакома очень хорошо. С детства я ее наблюдаю в тех или иных аспектах. И я на этом форуме сказала, что я бы очень хотела застать такие времена, когда мы сможем носить одежду, созданную из тканей, произведенных в России, и отшитых тоже на российских предприятиях. Пока это не так, к сожалению, но я думаю, что шансы у нас есть. Хорошо. И последний вопрос. Ваша любимая художественная книга? Какой неожиданный поворот нашего с вами разговора. Наверное, я должна сказать, что я люблю читать книги о моде. Но это действительно так. У меня большая профессиональная библиотека. Это и книги о дизайнерах. Например, у меня есть книга «Феномен Зара», о компании, про которую мы сегодня с вами говорили. Хотя я как редактор, например, совсем по-другому бы отредактировала эту книгу. Она немножко такая неструктурированная и сумбурная. Но если говорить совсем о художественных произведениях, мой любимый писатель — это Дина Рубина. Я считаю, что она, безусловно, войдет в ее романы, особенно последние романы, войдут в классику мировой литературы. Спасибо. Спасибо, Кирилл. До свидания. Всего хорошего. Кирилл. До свидания.